Как читать чертежи, работать с инструментами и управляться со сложными станками? Секретами мастерства со студентами делится инженер-технолог Виктор Солдаткин. За его плечами 15 лет трудового стажа, опыт работы на крупнейших предприятиях региона. Не каждый студент сразу готов там приступить к работе, он знает. Но если его хорошо заинтересовать и научить, и показать, что он сможет то или иное сделать, изделие, деталь, соответственно, он уже как бы вникает, и ему это становится интересно. Виктор Солдаткин в этом году стал победителем в конкурсе «Лучший наставник». В нем принимают участие предприятия, реализующие дуальную систему обучения. При этой системе два дня в неделю студенты учатся в колледже, три дня работают непосредственно на производстве. Студент уже на втором, на третьем курсе, так как вот на этом предприятии, приходит на рабочее место, за ним закрепляется наставник, он практически уже становится кадровым работником предприятия и учится именно тому, тем компетенциям, тем квалификациям, которые ему потребуются для успешной работы на предприятии. Тем самым сокращается время его адаптации до минимума. Работа по организации дуального обучения в ПАО «Кузнецов» началась четыре года назад. В качестве базовых учебных заведений выбрали четыре колледжа. Определили профессии, которыми должны овладеть студенты. Это токаль, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. Студенты осваивают те технологии, осваивают производство, которое существует у нас на предприятии, и получают первые навыки своей рабочей профессии. У нас ежегодно трудоустраивается порядка 60 человек. Ежегодно проходит по системе дуального образования где-то 120 человек, начиная с второго, с третьего курса. Сейчас в регионе порядка 800 наставников. За ними закреплены более 2,5 тысяч студентов. Большинство из них продолжают трудиться на предприятиях. Самарская область занимает лидирующие позиции в реализации программы дуального обучения, что позволит выполнить показатели национального проекта образования, который ставит задачу к 2024 году работать по профессии. Должны порядка 70% выпускников заведений среднего профессионального образования. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.